Добрый вечер, дорогие телезрители! В студии канала Самарагис Алексей Зюзин. В эфире проект «Жигулевские ворота». Как вы помните, именно в этом году наш город отмечает столетие самарского футбола. Телеканал Самарагис посвятит этой дате ровно 100 выпусков программы. Давайте вспомним о знаковых футбольных событиях, датах и именах за 100 секунд. До нас дошли письменные воспоминания одного из самых прославленных самарских футболистов 10-х годов 20-го века – Виктора Крузе. Из этих строк можно узнать о том, как и в чем играли спортсмены тех лет. Границы поля определялись условно, на глаз, и в лучшем случае меловой линией. Не было постоянных ворот, их вкапывали перед каждой игрой. Случалось, что во время матча через эту футбольную площадку проходила похоронная процессия или конный обоз, и тогда игра прерывалась на неопределенное время. Особенно остро стоял вопрос с экипировкой спортсменов. Если трусы и рубашку можно было изготовить домашними средствами, подключая к этому своих матерей и жен, то достать мяч и, главное, приобрести футбольную обувь было проблемой. В магазинах футбольная обувь стоила большие по тем временам деньги – 8-10 рублей за пару. Многие новички на первых порах выходили на футбольное поле босиком, что, между прочим, широко практиковалось на тренировках, приучая брать мяч на подъем, так как ударить мяч носком босой ноги было делом невозможным. А теперь, по традиции, вопрос от нашего земляка. Проверьте свои знания в истории футбола. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. В каком году крылья Советов установили рекорд клуба по количеству сыгранных в ничью матчей в сезоне и сколько раз самарцы делили очки с соперником? Отвечайте правильно и получайте ценные призы. Полная информация, как всегда, на сайте samaragis.ru. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...